Всем привет, дорогие друзья! С вами Серега Пынзарь. Я уже, как вы видите, в трансфере еду, соответственно, уезжаю в Москву, как обычно, с тяжелым сердцем, потому что не успел, так сказать, насытиться детишками, вот. Ну, я вообще, в принципе, вот эти вот все поездки для меня тяжело даются, особенно, когда уезжаешь, и особенно, когда ты проводишь не так много времени, как хочешь в окружении детей. Вот, сейчас думаем с Дашей пересмотреть кое-какие рабочие процессы, чтобы больше все-таки времени у нас было для препровождения с детьми, потому что очень скучаем, очень тяжело, то есть получается, что ежемесячно мы дней 7-10 не видим, то есть один из нас всегда практически здесь, в Турции, но это около 10-7 дней в месяц, и это для нас, короче, очень тяжело, мы поняли, нам хочется всегда быть детьми, вот. Поскольку есть школы и садики, они здесь у них, им все проплачено, поэтому будем как-то выкручиваться и, ну, насчет этого, что-нибудь придумать, вот. Посмотрите, какая красота. Сегодня у нас, получается, 26 сентября, на улице погода 29 градусов с утра, весь уже мокрый сидишь, потому что жарко, кайфово. Ну, уже по ночам, знаете, как, достаточно прохладно, но днем еще достаточно жарко, и море вообще теплое, классное, вот. Хотим с Дашули, сейчас, как вот, вернемся, числа 5-6, взять палатку и с палатками на 2-3 дня уйти, есть тропа, ой, как она, Ликийская тропа, по-моему, называлась, если я не ошибаюсь. Она идет из Анталии до города Фетхиев практически, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться, если ошибаюсь, кто знает, поправьте меня. В общем, по этой тропе она идет под море практически всегда. Много людей, которые приезжают там по путешествиям, так сказать, и любят такой вот вид отдыха с палатками, то они могут целый месяц двигаться каждый день в новом месте остановиться. Но мы месяц не сможем так путешествовать, хотим с детьми все-таки взять палатку, купить спальные мешки и вместе, так сказать, 2-3 дня тусануть в такой классной обстановке. Я думаю, что будет круто, потому что готовить на улице, на газовой горелке, мы угли с собой таскать не будем, потому что, во-первых, это прошлый век, а во-вторых, это достаточно занимает много места угли, да, чтобы их тащить с собой. А так газовый баллон взял с собой небольшой, и тебе его хватит и приготовить, и чай закипятить, и так далее, и так далее. Что еще я хотел рассказать? Что еще я хотел рассказать? В общем, когда ты возвращаешься с Турции в Москву, по прилету ты должен сдать ПЦР-ку, не один раз, а два раза, и при этом еще подкрепить это все на госуслугах, вот. Насколько я понимаю, что некоторые ПЦР подкрепляют автоматически, самостоятельно, тебе на госуслуги прикрепляется кто-то, ну, в любом случае, лучше зайти и проверить. Ну, опять же, я считаю, что это, что это тупо выкачка денег с вас, с нас, со всех. Ты прилетел к себе домой, и ты еще должен заплатить пять тысяч рублей, там, две с половиной, эта пациентка стоит две с половиной, для того, чтобы подтвердить, что ты якобы не заразный. Ну, ну, да, может быть. А сейчас я еду, опять же, ребята, в трансфере. Я не устану повторять, что у ребят комфортно-обидные автобусы, они работают по Аладии в Анталии. Если тебе нужно, если ты прилетаешь в аэропорт Анталии, например, ты, соответственно, можешь связаться с ребятами. Я ссылочку, как обычно, оставлю. Ребята русскоговорящие, и можешь заказать себе трансферы. То есть, чтобы, например, ты приезжаешь в какой-то отель, вы представляете, да, понимаете, если ты еще есть с детьми, вы понимаете, какое количество людей в автобус залазит. Вместе этим всем автобусом вы едете, вас всех развозят по отелям. Это еще примерно там, то есть, грубо говоря, с Москвы до Анталии ты летишь три с половиной часа, потом ты приземляешься, и еще два с половиной часа, если не три, разводишь всех по отелю. Правильно? Правильно. Мои люди купаются, кстати. Вот. Еще два с половиной часа ты разводишь по отелю. Но чтобы этого не делать, ты просто заказываешь трансфер вместе со своими детьми, с мамами, с папами, со всеми, с бабушками. Садишься сюда и спокойно, комфортно едешь прямиком в свой отель. И причем это стоит не так уж и дорого. То есть, для такого комфортного автомобиля, насколько я помню, около 50 евро, да, 50 евро, по-моему, стоит до Анталии такой автобус. Я до Анталии давно не ездил, поэтому не могу упомнить, так сказать, потому что раньше было 50 евро, сейчас точно не могу сказать. То есть, связывайтесь с ребятами, Инстаграм оставлю их, также оставлю номер телефона по WhatsApp, можно связаться с Эмилем и договориться о месте и времени прилета, я и не вас встретил. Все, я погнал в самолет и вежу в Москву. Можно сказать, ребят, с корабля на бал. Садимся в тачку. Так, ну и при машине надо-то помыть. А почему с корабля на бал? Да, потому что решил, что сразу же вот приехал в Москву, отвезу вас ко мне в офис, немножко познакомлю с офисом, покажу, как это все выглядит. У нас строительный офис, это не то, что вы ожидаете, что там Москов-Сити, там вид на Москву. Нет, это просто строительный офис, где люди, которые хотят построить дом, приезжают к нам, обсуждают, подписывают договора и отсюда уже уезжают счастливые, потому что дом их прорисован, нарисован и они уже знают, какая сумма их ждет на строительство дома. Потому что в нашей компании мы не делаем таким образом, как делается во многих, наверное, компаниях, когда тебе говорят, примерно, цена дома будет 2 миллиона. Ты рассчитываешь на 2 миллиона, тебе делают смету уже после того, как тебе озвучили цену. И потом говорят, слушайте, не-не-не, мы просчитались немножко, надо еще 200 тысяч или там полмиллиона доплатить. Такого у нас нет. Мы, когда вы приезжаете к нам в офис, мы подготавливаем полностью смету, вы получаете смету полностью на руки. Если вы заключаете договор, то вы увидите полную-полную смету. Иногда люди не понимают, что составление сметы – это рабочий процесс, да, некоторые хитренькие приезжают к нам в офис, просят у нас смету и потом едут по всем-всем-всем, значит, фирмам, дабы кто-то дал дешевле. Но вы также должны понимать, что смета – это рабочий процесс, и мы ее делаем и оплачиваем деньги нашим архитекторам и сметчикам. И просто так, направо и налево, мы раздавать их не можем. Поэтому мы на почту смету не отправляем. Вы получаете смету только у нас в офисе. И, соответственно, вы можете поехать в другую компанию, у них просчитать, потом приехать и у нас просчитать. И уже потом две эти сметы, грубо говоря, сравнить. Потому что также многие компании, как вам объяснить, ну, например, качество материала. На этом же тоже многие недобросовестные компании, так сказать, зарабатывают. А может быть, даже не зарабатывают, а просто вас привлекают ценой. То есть вам говорят, ой, на 200 тысяч дешевле вам построим дом. Но здесь не нужно, как бы, сломя голову, бежать и говорить, да, все, 200 тысяч сэкономлю. Вы потом можете еще больше переплатить за переделки, за некачественный материал и так далее, и так далее. Лучше обращаться в правильные, серьезные компании, которые отвечают за свое строительство, отвечают за свои дома. И вдруг, что случись, приедут и исправят, если что-то там не так. Все, вроде рассказал, все, двигаемся в компанию. Так, вот, видите, как это все выглядит. У нас здесь три офиса, получается, раз, два, три. Здесь у нас еще переговорная. Вон, ребят, телефонная здесь у нас выставочная. То есть здесь у нас и фасад представлен, и умный дом представлен. Соответственно, здесь мы показываем, как это все можно использовать. Какие материалы, какие окна, как будет выглядеть ваш дом. Соответственно, панели вот они установлены. Так же, как у нас идет стыковка наших панелей. Ну, соответственно, полный-полный спектр. Вот. Здесь время работы у нас. Красивенький архитектор. Ну, и здесь вот, ребятки, у нас здесь у нас больше переговорная. Ну, и здесь мы проводим пятиминутки, обсуждаем наши рабочие процессы. Так же у нас вот здесь, вот, вы видите, визуализации различные на дом. Ну, это у нас Евгений, вы его все знаете. Привет, Евгений. А это у нас Иван. Контрольный отдел закупок. Все к Ивану, пожалуйста. Он в своей сфере профессионал всегда подскажет вам, какие окна нужно заказать. Да, конечно. Все полностью. Ну, а Евгений вас проконсультирует, если надо, по, собственно, по строительству вашего дома, да. Подскажет, как по планировкам он уже больше, как профессионал, можно так сказать, выступает. Потому что планировок за свою жизнь уже столько перепланировал. А почему это на карте не обозначаете стройки? А уже не хватает. Не хватает, да? Нужно карту расширять. Расширять. Отлично, отлично. Ну, и также здесь у нас, вы видите, выставочные стенды есть по фасаду, по кровле. Короче, по всему. Ну, соответственно, у нас есть телевизор для удобства. Телевизор для удобства есть, да. Соответственно, здесь у нас, вот вы видите, ребятки, как раз сейчас отрабатывают комментарии на ютюбе. У нас пишут многие диванные эксперты и не диванные эксперты, да? Много диванных экспертов пишут, вон. Ну, те, которые типа шарят частенько, да? Таких хватает, да? Которые, ну вот прям, прям всю жизнь вас в стройке. Да, что вы сделаете, вы меня позовите. Да, 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 да. Так, ребят, ну, в бухгалтерию не пойду. И не пойду там, где у нас еще один офис с Светланой сидит там у нас. Сейчас она у нас считает, значит, все по внутренней отделке и по фасаду. Там отдельная комнатка, не буду ее отвлекать, потому что у нее сейчас там клиенты. Вот. Такой мини-обзор моего офиса был. Вот так. Ребят, сужу и полнород. Орешки. Эдик смачных орешков. Короче, я бы едаю вот так орешки. Ну, идите. Портит продукт, не сует обратно. Нет, я просто не сует обратно. А потом у меня орешки уже без сгущенка. Ее сгущенка тоже. Оставь. Куда? А, ты мне еще и не накрашенная, лада не будет тебе показывать. Да, не накрашенная, потом не обсирают. Если не обсирали бы, можно было бы. Главное, что и я тебя не обсираю. Ты всегда красавица. Мулька мне сюда хвалит. Накрашенная и не накрашенная. Даш, ну ты как ест, были на орешке-то со сгущенкой. Причем здесь самое вкусное же, сама эта тема, печеная. Печеное, это тесто, оно очень вкусное. А знаете, как это происходит? Типа с утра, не типа, я с утра побегал. Да, я тоже сегодня даже побегал. Да, что сегодня я побегал. И это называется вознаграждение за труды. Поэтому, сидим все, себя вознаграждаем. Орешным и чаем. Сейчас будем двигаться уже на лобное место. Сидим и думаем, Даши. А нужно ли ей 13-й айфон? Нужен, нужен. Вроде как, отличий немного от 12-го. Но у Даши не 12-й, а 11-й. Вот. И вроде как бы фоточки, она любит делать. И видео она снимает много. И вот туда-сюда-сюда-сюда. И я считаю, что айфон в этом случае Даша очень нужен. Ну, тот, который она хочет, такого нет. Все хорошо, спасибо большое. Так, ребят, знаете что? Хочу сказать вам. На улице темно, а на душе тепло. Плюс. Почему? Да потому что солнышко мое со мной. Вот оно. Идет и греет меня. Мне на улице не холодно. Плюс я сейчас загораю. Вот реально иду и загораю, потому что солнышко рядом со мной. Короче, у меня всю жизнь был размер 37. А вот он не верит, что у меня сейчас одна нога подросла. После двух проводов, у меня одна нога сейчас больше. Короче, одна 37, как была, такая осталась. А другая 39 стала. Нет, другая стала на половинку больше. Да не придумывай, не придумывай. Такого не бывает. Бывает, бывает. По факту все ботинки на правой ноге. Дашь, размер бывает на полу, нога бывает на полразмера больше. Ну, раньше не было. Раньше ты не замечала. Вот это вот детей нарожала. А теперь же побочные эффекты, что ли? Это не побочные эффекты. Слушай, а мне кажется, тебе просто надо постричь ногти. Вот и все. И у тебя встанет все на своих местах. У тебя такой опыт. На одной ноге постригла. Везде одна длина. На одной ноге постригла ногти, на другой нет. Я не стригую. Так, короче, смотрите. Красавица моя идет на лобное место. Ведущая. Вот она идет. Топает. Красавица. А ну, свалю с этого места быстро. Я же лучше, да? Пыль, расскажи. Ты лучше, да? Прическа и лучше. Я лучше пыль. Вот они лицемеры. Это точно. Здорово, братан. Вот он, мастер-фломастер. Скоро мы с ним покажем, что такое кайфовые, да? Кайфовые тачки. В любом сделаем. Я всегда за амбиции, красава. Я планирую. Красавчики. Езжай в Крым, брат. Ютьюбер. Ну что же, если готовность... Это полицейская палочка. Все, ребят, сейчас... Короче, отвели лобное место. Дашулька полностью замерзла. Все мокрые, но зонт нас спасал. Не сильно. Не сильно. Ну вот и на твоей улице праздник, да? Ну, наконец. Ну, наконец. Ну, увидим, если будет. Ну, понравился, честно. Визуально, да. Не, ну, хорош. Да это снимешь. Снимешь, вот сейчас. Скажи, блин, ради меня. Хочешь со мной отношения? Снимай первое. Первое, что я хочу, и снимай. А когда изглазит спидание, ну, типа... Вы выезжаете, да? Или ведущая? Нет, он сам организовывает. Он сам говорился до этого, да. Что это в изной свидании. Да. Да не, хороший парень. Я обидела то, что Ромаш не может слухать. Он вообще не просил себя в спидание. Ну, Ромаш ревнует. Ромаш задергался, заревновал. Он заревновал, но это нормально. То есть, в этом ничего нету. То есть, пришел пацан, он ревнует, это нормально. Ничего такого там нет. Я тоже ревновала, когда он целовался. Блин. Ладно, Ромашов, слушай, но если это любовь, то ты ее просто не отпустишь и будешь добиваться. А если это не было любви, значит, ты отпустишь ее. Как сказал. Как сказал. А вот этот гопник с Крыма. Слушай, вы реально в дом как будто брат и сестра, два гопника. На самом деле всегда, когда люди любят друг друга, они становятся внешне похожи. Не, ну то, что Катя любит его, я согласен. Но то, что он вот этот не... Раньше с ним, знаешь, он был чернявый угольочек. Знаешь, какой я был? Дерзкий, если что! Я буду на ютубе. Да, больше на ютубе. Ссылочку на меня оставишь? А, ссылочку на тебя оставлю. Подписывайтесь на меня, пожалуйста. Нет, в инстаграм. Вот в инстаграме. А у него есть в инстаграме тикток, если что. Я тиктока нету, слушай. А вот почему? А, слушай, Даша, а ты такие же брови хотела себе сделать? Да, блин, у меня не прижимаются. Если все надо, я отдам. На рассаду, да? Между броками. Ну, видишь, я тебе слово сегодня задавал, как много. Красавец, да? Еще до 3000 долларов, как вложу. Ну, заработайте, да, в этом. Кстати, ребят, тут на проекте криптовалюты. Сила, пока. Пока, что, переживаешь за своего? Сейчас, приедет с новой бабой, будешь знать? Пусть приезжает. Короче, криптовалюта здесь. Малинка, значит, я в ней немножко разобрался уже, да, и, соответственно, могу... И, короче, мы играем, есть такие там, как, не конкурс, как правильно назвать? Ну, там есть розыгрыш квартир. Меня больше всего заинтересовало. Это тот момент, что можно выиграть проживание, то есть на всю жизнь в квартире. Ну, там на год, короче, дается квартира. Если вы выиграете квартиру, 500 долларов ставите. Если вы выиграете, эти 500 долларов у вас забирают. Но ты на год оплачиваешь коммунальные услуги и, соответственно, год живешь. На следующий год хочешь продлевать квартиру, так же оплачиваешь коммунальные услуги. А если ты не выиграл, то есть тебе деньги возвращаются. Вот это твоя любимая. А если не выиграл, ты просто получаешь свои деньги обратно. И в этом как бы огромный-огромный... Ты ничего не теряешь, по-моему-то. Плюс. Не, ну там примерно 2-3 доллара снимается за конвертацию. Я, Серега, заставляю играть во всех этих, потому что, ну, сколько мы уже во многих уже поиграли. Но еще пока ничего не выиграли. Да, ну потому что на одну квартиру примерно, бывает там, 100 участников, 150. Ну да, нет, ну рано или поздно, все равно есть постоянно. Постоянно участвовать сейчас, рано или поздно, все равно, ну, должно провести. Ну там можно, знаешь, как 2 кошелька завести. Ну вот, ну уже 2, да. То есть у тебя шансы увеличивается. Вот так вот. Ну и, соответственно, там, если вы разберетесь, чуть-чуть углубитесь, там деньги можно зарабатывать. Не только на, значит, ну то есть на малинках. Там можно еще сделать, ну там технику с 15% скидкой. Короче, давайте так, я сейчас вот на ходу неудобно объяснять. Как-нибудь сяду возле телека и все-все-все это расскажу вам, покажу. Сейчас на проекте, вот, например, сегодня разыгрывали тоже под 3000 долларов. Ребята будут на этих 3000 долларов инвестировать их и зарабатывать деньги. Тоже, как бы, прикольная тема.